Спасибо, что вы смотрите Ольга Орлова онлайн. Я рада снова встретиться с вами. Я психолог Ольга Орлова. Сегодня тема психические травмы. Сейчас очень много обсуждений по поводу того, как психические травмы отпечатываются на психике человека и фактически калечат его и делают его жизнь в дальнейшем уже не столь полноценной, как прежде. Знаете, даже один человек мне как-то сказал, я после этого как искореженный металл. При всем сострадании и уважении к вашим переживаниям, поверьте мне, что это так, я хочу обратиться ко всем, кто переживал психические травмы в прошлом, у кого сейчас тяжелые времена или, может быть, кому-то из вас предстоят какие-то испытания, какие-то обстоятельства, которые вам сложно, как вы думаете, будет пережить в будущем. Я хочу сказать вам, что на самом деле хорошо, что наша психика – это не металл. Мы живые существа, и наша психика способна к полному возрождению и исцелению. И для того, чтобы это было возможно для вас, если вы этого хотите, то я могу вам сказать, что да, просто вам нужно обращать внимание на то, что наряду с явлением психической травмы существует еще одно важное явление, о котором сейчас как-то меньше известно почему-то, хотя уже примерно 25 лет в психологии серьезно исследуется это явление. Оно называется посттравматический рост. Точно так же, как возрождается лес после пожара, точно так же, как страны, государства возрождаются после того, как были войны или какие-то тяжелые катаклизмы природные, точно так же, как люди обретают новый смысл жизни, становятся добрее, становятся увереннее, становятся милосерднее и больше ценят жизнь после каких-то тяжелых моментов, пережитых ими, точно так же и вы можете рассчитывать на полноценный посттравматический рост, на обновление, на то, что к вам вернется смысл и жажда жизни, и вы пройдете весь этот путь, весь этот цикл, где вы вынуждены были столкнуться с тяжелыми обстоятельствами, где вам нужно будет или было нужно их преодолеть. И вы понимаете, если вы захотите, вам не придется всю жизнь носить простреленную шинель, потому что наступят мирные времена. Я скажу вам небольшую формулу, которая может вас перевести в это желаемое будущее. И перед тем, как я ее скажу, я позволю себе сравнить вот это ожидание того, что ты вечно будешь теперь страдать, потому что у тебя были тяжелые времена или потому что они предстоят, тебе надо их пережить. Это сравнимо с тем, как если бы вы ехали по дороге, увидели бы препятствия и все время смотрели теперь только на него. И когда вы бы приблизились, вы просто остановились и больше бы не сделали ни шагу, больше бы ничего не предприняли для того, чтобы идти дальше. Вы как будто бы забыли, почему вы оказались на этой дороге. Люди, которые способны преодолеть самые сложные обстоятельства, выжить и состояться, и прожить очень осмысленную, полноценную жизнь, они всегда подразумевают, что даже за самым огромным препятствием есть нечто, куда они должны продолжать движение, даже если это сейчас не находится в поле вашего внимания. И вот эта формула. В трудные времена вы можете сказать себе, я знаю, что это поможет мне в будущем, даже если я сейчас не знаю, как именно это произойдёт. Я люблю вас и желаю вам, чтобы вы обрели этот рост, это продвижение в своей жизни так, как это говорят, будет и на моей улице праздник. Дождусь я лучших дней и новый плащ надену. Спасибо. Смотрите Ольга Орлова онлайн.